всем привет друзья мы продолжаем смотреть за очередным сезоном до 2 целой и очередные матчи сразу плей-офф потому что групповой стадии у нас уже нет в этом сезоне конкретно с вами марталис и форсаж марталис привет дарова-дарова да и смотреть мы будем сегодня сг команда из южной америки 1 дивизиона против команды empire hope empire говорили что они свой состав распустили но вот какой то есть empire hope нет они сказали что из дисциплины уходить не собираются и вот видимо собрали что-то если того чтобы его слепил из того что было понятно любопытно любопытно давай посмотрим чё по итогу у нас тут получится в действительности сг команда не самая слабая они сегодня ну они отлетели от кого же они отлетели ой я уже сейчас наверное не вспомню но не от cybercats по-моему отлетели 2-0 да 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 они отлетели от cybercats 2-0 но там я так краем глаза смотрел вроде что где-то даже какая-то борьба была на второй карте такая минимальная вот но cybercats просто команда не самая слабая и блин я смотрю empire hope а чё это вообще за empire hope то такие что нормально такая бобина же он же он же 10 перейт он же играл за какую-то другую команду вот буквально недавно нет он же игра блин совершенно но это шпак чем он играл относительно недавно до этого вот я смотрю он за сухариков успел поиграть да вот он за сухариков и после сухариков они как бы мункуши ушел а он по-моему а он не в ней не в это самый не в ними они в нем за и чеф он играл в тринадцатом сезон вот вот да типа и а и чеф сейчас разве они свою серию без него играли но сейчас вот они играют параллельно с киберкатами там на другой лиги тоже от винлайна и а там форью у них теперь все я понял разобрать отметить что smn сегодня отсутствует поэтому замена играет smn отсутствует смн это раксус наш раксуса раксуса знаю так и там как у нас появились 154 на empire hope 225 на сг но уэсг уже есть чем имба этого патча я думаю что я думаю я думаю что это уже хорошее подспорье для того чтобы побороться с соперником на первой карте сейчас посмотрим что нам еще покажут ребята ну конечно же сг в чуть менее выгодных условиях находится хотя бы потому что они играют на пинге то есть ставка как бы там они не старались уверен я я просто не знаю где они вообще но я не ну блин не знаю не не уверен мне кажется они в любом случае на пинге на каком-то должны играть но и они ж не переехали в европу зачем в европу переживающую не в европе что чем в европе то и скоро квалы на инд типа меньше чем через полмесяца зачем вам в европу ехать никаких турниров там нет просто по приколу тебя ласки в отпуске а чё чё бы в пятером команды не съездить в отпуск и не по не потрениться в дотку надо до цели понимаю кому нужны эти ваши моря и океаны песочные пляжи эх ладно ладно друзья смотрим на драфт дальше пока что все по классике разор появляется у эмпайр хоуп дон брейкером отвечают сг эмпайр уже скорее всего понятно кто играет на кэри и ой-ой-ой какой персонаж ну не знаю мне мне прям нравится пик сг я вижу кучу спалов кучу всяких станов нюков мать ну много магии есть чем который все это подкрепляет я у эмпайр как бы тоже все классно то есть как получится разор встанет на линию против дон брейкер и будет кайфовать там вайпер с туском встанут на линию против чена джиггернаута тут кстати я не уверен что против чена ты на вайпере кайфуешь потому что тебя просто крипами будет стараться давить на туск наверно там какие-нибудь кимпы поблочит и первые три минуты вайпер по фарме ну вот ну и в принципе у эмпайр хоуп еще ласт пик будет возможно сг стоит призадуматься о том чтобы снапку сделать позиции 3 а дон брейкер четверкой чтобы крипам дон брейкер не надо было подходить а снапка спокойненько с рейнджа там при почков добивала против разора так очень любят играть многие команды из южной америки вот и первого и второго дива у них там в почете снапка позиции 3 они и на мажоры привозят и там играют этим героем вот тут же мы можем увидеть нечто подобное как мне кажется так кто нужен нужен сам вот они два двух милишников взяли nix который country don't breakers на файр но nix вообще ничего не делает джаггернауту и вообще ничего не делает чену чем и джаггернаут это два очень хороших героя против никса потому что когда тебя идет вот это гопша добить ты на никсей не способен что-либо с этим сделать nix это исключительно такой вот как бы скаут герой который бегает по сайдлиниям ищет какие-то фраги то есть он там бежит вендетти увидела какого-нибудь чубрика который качает сон сразу а парни вот нашел гаврика давайте там кто-то делает тп он все его показывает 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 а когда команда готова просто открывается со стана на берн карапасики там урна какая-нибудь если он нужно купил и все и герой умирает вот в доте 5 на 5 nix начинает быть полезным только когда у него левел очень большой то есть там от 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 14-15 левела когда у тебя моноберн выкачан когда карапасы стан тоже в макшины когда есть какой-то escape что ты там карапаса нажал а потом еще и ул нажал а потом опять карапаса нажал вот тогда nix себя начинает показывать нормально первые 15 минут на них все очень трудно играть если тебя давит но вот здесь он будет выполнять только одну единственную роль хотя нет 2 до мешать его брейки раздать db и snap fire вот просто нажимать карапасы вовремя и все в остальном он так себе да и не с кем ему здесь ходить кого-то убивать особенно если знаешь вайпер без бутсов travel это стрелами мне нравится вайпер когда никсу там кого-то ищет они вдвоем в любой части карты героя цепляют ну кроме джиггернаута и убивают джиггернаута кстати тоже вот ситуация не супер благоприятно он уже играет против двух range range таких сэми керри сейчас еще какой-то на мид может добавить там эмбер не знаю эмбер будет спирит вообще будет не очень классно плюс он не может прям супер эффективно пачки сплет пушить он просто подходит ну то есть как любят делать джиггернаут вот они фармит фармит до талава прям ты ты чувствуешь что все на тебя уже побежали да что никого на карте нет ты прям под т2 вышкой и ты чувствуешь что на тебя идут ты прям 30 секунда вышла следующая пачка ты прям за т2 забежал там крипов пам 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 побил фьюри и телепорт вот тут ты так сделать не сможешь потому что если выскочит туск он тебе телепорт собьет и ты умрешь и это неприятно когда на джиггернауте тебе вот такую вот опцию обработать что так никто не умеет делать вот тут джиггернаут есть лайфстиллер который тоже может рейдж тп нажать лайфстиллер во время рейджа не может крипов бить в отличие от джиггернаута который во фьюри крипов дамажит вот это их как как бы главное такое отличие между этими двумя героями джиггернаут этим этим свойством очень очень часто пользуется И здесь он так делать не сможет Это функционал героя режет Так, минус инвокер, минус квапа Что ж вообще хотят Empire Hope? Ну да, 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 когда квапу банят Это такой жирный намек Здесь довольно мало было контроля на квапу Таск Который не долетит до нее И Никс, который там только карапасами ловит нормально Если так, то тогда нужен керри Но мне не нравится Все такие тоненькие у Empire Hope Ну вот объективно безумно тонкие персонажи Может... Ну если они так планируют играть Может вообще Бристлбека какого-нибудь вспомнят сейчас Empire Hope? Ну вообще им Бристл очень хорошо захватывают Опа, Питш появляется Это, кстати, возможно, своего рода воровство Потому что сами Empire Hope играли с Пуджом Ну тут им незачем Пуджа брать На самом деле Да, я тоже видел эту игру Там Смайл комментил ее, кажется Вот, как они Пуджом Иви победили Да Вот И Empire Hope, не знаю Для них Бристлбек это очень хороший персонаж сейчас Потому что против Чена у них нет ответа А на Чена надо отвечать И я считаю, что Прям обязательно Вот взять что-то такое Что будет с Ченом справляться Еще кунка какой-то есть, может быть Очевидный пик Бристлбека Ааа, любопытненько, любопытненько Ну, не знаю, мне кажется, что Крылат, да На Бристлбеке То есть Это Разор на центр А вот у СГ я не помню, кто где играет Кто у них мидер? У них Оскар в оффлейн ходит А КХ в мид То есть это Разор против Пуджа на центре Вообще не очень приятная линия для Пуджа, если честно Ну да Согласись Ну, блин Мне больше нравится пик СГ Но я прекрасно понимаю Ну, как бы он мне нравится Не потому, что он лучше А потому, что мне просто больше эти герои нравятся Скажем так То есть я не могу сказать, что типа Эмпайр там плохо надрафтили У них на все есть ответы У них в миде Разор, который сильнее Пуджа должен быть Вайпер Туск Тут я ничего не могу сказать Потому что мне кажется, что Чен может Вайпера победить То есть если ты приходишь, там уже два крипа каких-то переманил Просто этого Вайпера ты можешь задавить Вот Ну и Бристл это отличный ответ вообще на любого героя Здесь ни один из персонажей СГ Бристлбека не контрит Ничего ему не делает То есть его придется убивать вот в мужицком бою в таком Знаешь, что вот прям дамажить Сервер Эджи какие-то покупать Цеплять его первым Пытаться убивать его Вот нет никаких хороших героев против Бристлбека Нет Тимбера, нет Некрофоса Нет какого-то Марфа Нет Разора за них Да, вот герои, которые против Бристлбека хороши Они не оказались в пике Вот И обычно, если Бристлбек играет Ну, против дефолтного какого-то драфта В котором нет ни одного персонажа Способного справляться с ним Практика показывает, что Бристлбек такие игры просто не проигрывает Вот И Драфт-то мне нравится больше ОСГ Но, блин Empire Hope, наверное, побеждать будут эту катку Посмотрим сейчас Ну и по традиции у нас катка начинается с паузы По классике, так сказать Южноамериканцы, если реально играют с пингом То Это, наверное, даже не в последний раз, когда мы увидим паузу Ну Знаешь Они играют с пингом и при этом они еще играют такими героями, на которых Ну, как бы играть-то с пингом не особо удобно Пуч — это скиллшот Да, то есть это надо руком попадать Чен — это микрокрипами Там как-то надо разводить, размикривать, что-то пытаться делать Ладно, пока у нас пауза, давай воспользуемся для того, чтобы напомним нашим зрителям о том Что если вы круто разбираетесь в Доте и хотите посоревноваться с работниками студии Рухаб Да, то можете заходить в нашу группу Дота 2 Рухаб в ВКонтакте Записывать видеоролик Записать видеоролик со своим вопросом и ответом на него для нас И получите возможность попасть в прямой эфир А автор самого крутого вопроса получит Аркану вообще Ну, я так понимаю, эту фичу Рухаб приготовил для уже как бы студийных каких-то матчей Сейчас мы смотрим такие как бы не самые интересные катки Да, у нас вот много проходных команд, много проходных матчей А вот ближе к концу августа уже матчи будут более плотные Поскольку слабенькие команды повылетают Там будет хорошая борьба, интересные противостояния И это уже наши московские коллеги из студии будут освещать И там, наверное, вся эта будет тема Ну, как, собственно, на прошлом сезоне Д2СЛ Если вы смотрели, а если вы на этом канале сейчас находитесь Скорее всего, вы предыдущие тоже смотрели в большинстве случаев Вот, так что участвуйте, участвуйте Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что эта катка будет энергичной, веселой А для того, чтобы быть энергичным и веселым вам Для этого можно воспользоваться продукцией наших спонсоров Торнадо Energy 11 прекрасных нововкусов Можете выбрать себе по душе какой-нибудь И особенно в эту просто палящую жару возможность охладиться, остудиться Как-то я вот сейчас достал водичку из холодильника Прям кайф специально поставил У меня наконец-то не жарко сегодня У меня не плюс 35, а плюс 18 всего лишь Такой кайф, конечно Счастливый человек Первый раз за лето такое чувство Да, у нас тоже как-то вот на северо-западе Было очень жарко в какой-то момент А потом стало норм То есть вот как-то так маленько пасмурная погода Стало, дождики там пошли Я думал, ну все, хух Хорошо Вот, но сейчас уже жара неделю держится Я посмотрел прогноз, там еще неделю такая же жара Очень тяжело Дело даже не в том, что, знаешь, как-то жарко И неприятно от того, что жарко Неприятно, что такая жара, она тебя заставляет лениться Тебе тяжело как-то соображать Тяжело как-то, ну, мотивированным Не знаю, да даже в доту зайти тяжело поиграть Потому что ты такой, эээ, блин, жарко Тяжело сидеть, думать, впадло Тебе все впадло Тебе хочется лечь, полежать Вот это вот все Знаю, может я просто постарел И у кого таких проблем нет Не, у меня есть такие проблемы тоже Вот, но для меня жара больше Она вот этим вот Этим мне мешает Потому что мне противно от самого себя Что я как батон такой, знаешь Вообще такой Ничего не могу Так, а у нас тут встреча после долгих пауз Отличная печенька от SG И First Blood достается Оскару Сейчас будет здесь разменочка Пошло фьюри Антоха тоже в таверну Счет 2-1 Остальные игроки Эээ, Эмпайр Или Путш Сейчас, ну-ка, пять секунд Давай, рыбак Вот этого Ежай Вот этого особенно идеально будет Он понимает Он уже стрейфуется Чуть-чуть не хватило, ты видел Ну, Ёж, конечно, такой он Хитрый-хитрый Стрейфоваться там начал Так, конечно, да Так дело не пойдет Путш короткохук А раньше, помнишь, у него же увеличивался ренж с каждым левелом И сейчас можно билку в один вкачать И уже, типа, тянуть издалека Ренж, по-моему, ренж Там очень короткий, вот, скажем 400 или что-то в этом духе на первом уровне Угу, да Ну, потом, собственно, почему? Как его баф? Майперов умирает Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри Смотрю, смотрю И... Давай до конца Хорошо Хорошо, да Нормально Крипов еще не убили, зато 3-1 счет Вот такое я люблю Вот такое я тоже люблю Но самое интересное В этой, во всей ситуации, знаешь, что Насколько вот СГС... Вот, короче, для меня Главный вопрос в этой игре Насколько Чен Джиггернаут Могут вайпера вообще щемить Здесь Ну, они по килу взяли У них уже есть деньги лишь Мне кажется, вот купить сапог Взять первого крипа И уже можно нападать Возьмет он первого крипа или нет? Где вот ему крипа-то взять? Он еще пенитент скачал на первого Они почти второй левел оба взяли А там ребята еще не скоро второй получат У них не сильный буст У Джиггернаута небольшой буст Между первым и вторым бустом Большой буст у какого-то вот у... У Таска У Таска, да У Таска, да И у Вайпера неплохой буст А у Джиггернаута буст не очень хороший Так, ну осталось найти крипа Далеко придется бежать Быстрее вард сломал Он сломал следом Смотрим, как там в центре дела На Пуджа Три крипа у Розора Шесть на четыре Ну да Это, наверное, было предсказуемо На Пуджа практически невозможно Статиклин как-то избежать Ты вот стоишь Ну ты можешь вонючкой добить крипа Тебе особый урон не нужен Для того, чтобы прям ластхитить крипочков Но приятного все равно мало Когда Розор в тебя все время всасывается Тебя все время дамажит Интересно, кто Весл будет покупать вообще В команде СГ Потому что А бабка в итоге Ага, Оскар все-таки четверка Точнее, тройка И бабка в итоге четверка Нужен игрок, который Весл купит На Пуджа как-то не привыкли люди Весл покупать Но в топе я тоже не вижу героя, который бы с удовольствием Весл бы приобрел Может Таск какой-то придумал Не, я имею в виду про СГ То есть им тоже нужен Против Присла У них тоже, да Хоть Розор, Туск, Никс Это такие герои, которых не обязательно Весл убивать Но им тоже от Весла неприятно Вообще любому герою от Весла неприятно У Бристлбека совсем не сложная линия получается Идеально добивает Как только купит ВГ, сможет стоять вообще один Че, он кого взял Маленького сатирочка Булдаун очень маленький На вот это замедление Гранала пойдет крутиться сейчас Чуть-чуть Задержался Таск перепрыгивает И уходит Спод атаки Ну че, пока Пока тут Пока тут все качаются Пока у всех все нормально Я имею в виду У Эмпайра Там Оскар сейчас будет умирать Буквально Два круг спрея Он замедлен, он не достанет, наверное Ну вот такое активное начало Игра немножко подзатихла Потому что и в топе Бресла тяжело убить И Вайпер Туск такая линия Против которой сложно Путш телепортируется на базу Десперейт в итоге Обхитрил своего соперника Очень сильно Не знаю, может быть С Генни ожидали Что... А, с другой стороны А кого им в мид поставить Против Прозора Чтоб нормально было Вообще Наверное снапку Можно было бы разрешить А в топе тоже уже Очень мало хитпоинтов У Донбрейкер С снапкой Еще большая проблема Что фиксации нормально нет Под ультимейт Под ультимейт Снфайр Да и под ультимейт Донбрейкер В общем-то тоже нормально Фиксации нет Надо, чтоб путь шпукнул Ультанул И тогда вот Как бы это будет нормально работать Это одна цель только А у Ешного ничего нет 15 денаев У Деспирейта И 11 вайпера Нормально они на денаев Да Вот в итоге мы видим Что так Песчине уха Деспирейт нормально Присасывается Фиксуай Нажимает свой третий спейл Чтобы не получать Так много демеджа Но в итоге Умирает от Рук Да Да Сейчас он еще раз Плазмофилд скастует Второго уровня И Да Даблкил Делает В итоге Отрывается разор Чудовищно Он ведь тоже делал убийство до этого Вот три килла 2900 У Худжа Косарь 600 Полторы тысячи просто Полторы тысячи за пять минут Получается очень сильные линии проиграли Проигрывают в данный момент еще Как бы лайнинг стадия идет Ланнинг стадия еще идет Но Пока Не видно проблеска особо Ну Джаггернаут Фармит Окей Донбрейкер Фармит Много Но тем не менее Сейчас вайпер Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Подкачается У него шестой появится И Джаггеру уже Возможно будет Надо отсюда двигать Куда-нибудь Ну ничего не делают С Джи Вот С Ченом не получилось То есть да И Чен линию свою не отапортил Да И Пуджу что-то особо никуда не подвигаться Эмпайр стали статично на своих лайнах И Им норм Ну вот идут вайперы убивать И он просто тп нажимает Нажимает Как показывала практика зря Рейндропы не хватает Но он не ожидал Что здесь снапка окажется И вайперы начинают пушить Смотри Катапульта Крипочек И Джаггер Может Теллинг парт поставить У него сейчас шестой будет Печально то, что вайпер же сюда не вернется И надо как-то Туску сейчас эту линию Халдить Вот он может шарды какие-то кинет Он уже кинул для того, чтобы стат Новая пачка подошла И катапульта до сих пор есть Серьезно Вышки пропушат Возможно До конца сломают И Разор бежит Надо добивать Обязательно Это в Тауэр Кирнауту не заперли Ну Катапульта справится Да? Да Все Разор не успел Так Теперь Рак Умрет Ну Вообще СД Так Если посмотреть Даже по экономике Очень хорошо Держится Да У них Коры Победнее Но там Очень богатый Сабрс Получаются Оба А Бристалбэк Мы с тобой уже столько раз Бристалбэк Коннектировали В прошлом В этом сезоне Один и тот же геймплей Постоянно Одно и то же Говорим Что Купит Аганим Пойдет До Аганима Пока Привязан Клайну Клесу Да Аганима Пока Прощилка Идет Стаки Под него Там тоже Какие-то Совсем Немного Делаются Пойдет Резко Зафармит Так Снова Нападение На Вайпера У Вайпера Кстати Очень низкий Уровень У него До сих Хор Нет шестого Отличный Сноубол Ты знаешь Он не слэш Есть стики Чем летаешь Побоялся Не хочет Лишний раз Маузу Рисковать Потому что Он понимает Что ему Крайне важно Держать большой Темп В этой игре Иначе Иначе Будет Тяжело Мне кажется Они здесь Убивали Мы слэшим Одного То точно Там Кстати Сейчас Стаки Оскар Нашел И у Раксуса Могут Быть Проблемы Не хватает Маны На сплы И должны Имперцы Защищать Если Стаки Приходит Десперейт Не сможет Улететь Но Его только Может Учкнуть А Хотят Убивать Они Защищаться Красиво Красиво За вторым Сразу Пошел Замедляет Мастер И Мастер Скидывает Свою Прокаст Его Защищают Неужели Не убьют До конца До конца Конечно И первого И второго И третьего Это всего лишь Антоха На Никсе Четвертого Левела И серия Убийцев Получается И 9-5 Вообще Ведут ЗСЖ Если Эмпайр В чем Выиграли Это только В Крипстатах Но Сейчас За счет Этих Киллов Все равно Очень прилично Держится Сг Левел Амсель Проигрывает Смотрю Там Два Героя Девятого Уровня Ну Ладно Проблем Столбека Мы давно Забыли Он Сам Играет Разор Вал Соло Девятый Левел Имеет Ну Опять Таки Это все Такие Моменты Которые Не сказать Что Прям Сильно Как-то Имперцам Мешает Да Вайпера Там Подгнобили И Какие-то Фраги Сделали И Разора Убили Что тоже Приятно Но Бристал Качается И Это Это Невероятно Невероятно Большая Проблема Что Бристал Украт Фармит Снизу Украт 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 Кстати Смотри На крыла Выходит В топе Убивают В итоге Оскара И Донбрейкер Не сможет Сюда Прилететь Но Бристла Бьют Прям В лицо В итоге И Дается Его Забрать Хорошая Тоже Перетяжка Но За счет Этого Фрага Джиггернаут Сейчас догоняет Бристлбека Вот Купят себе Молнии Ну не Нормально Всего Сг Казалось Все будет Гораздо Хуже После Первых Пяти Шести Минут Полностью Все Выровняли И Сейчас У них Тоже В мидгейме Довольно Мощный Пик Получится Акцент И Разор Кук Попадают Естественно И Подвыше Все Заберут Вот Пожалуйста Двух Коргероев Главных Убили Вайпер Который Он Не разорвал Линию Как ни крути Он Шестой По нетворце Такой Вайпер Обычно Становится Балластом Своей Команде Потом И Ничем Не Выделяется Да Надо Надо Сейчас Поаккуратнее Перцам Играть Как раз Об этом Говорят Наши Партнеры Из Винлайн Что Кэф На них Уже 1.85 Хотя На старте Было Намного Меньше 1.85 На Сг Не забывайте Про Баннер По Трансляции Друзья До 10 Тысяч Рублей Прибетов Вы Можете Получить Так Хотят ЛТ Здесь Взять Но Пуш Не дает В обиду Своего Саппорта Хороший Круг Сг Должны Как Можно Больше Налутать Преимущество Здесь Как Можно Больше Пока Бристол Вот Он Сейчас Хотя Он Даже Не Быстрый Гамин Ладно Сейчас Он Стаки Форманет Уже Будет Полаганим И Точно Даже Больше Никс Находит Чена Но Он Может Только Скаутить Здесь Потому Что Поблизости Никого Нет Но Он По сути Ревилит Ганг На Вайпера Таким Образом У Вайпера Очень Интересный Билд Под Тейвин Блейз Маска Сейдж Маска Точнее Да Ну В Рейсбэнт И Сейдж Маска Еще Причем Кстати Не дает Курьера Заставил Открыться Здесь Смитфайр Хороший От Пуджа Подкоп От Никса Не пытается Уйти Печенюка Не попадает И Ник Спешит Но Нет Куда что Денешься С подводной Лодки Снапка Не жалеет Свою Ультимейт Ей Непадо Что Этот Ультимейт Просто Оставлять Поэтому Она Его Так Вот И Выкидывает Фактически Вышки Снизу Нет Нет смысла Здесь Оставаться Сг Джиггернаут С молниями Темпе Фарма Он практически Не уступает Бристлбеку Особенно Если стаков Брисла Никаких Нет Да Аганим Вот-вот Будет Часть Осталось Тупить Ну там Остальные Герои Довольно Слабыми Получаются Ну Разор Сколько То Вайпер Совсем Так Себе Саппорты Беднейшие Низкого Уровня Я вот Смотрю Там Шестой Седьмой Саппортов С другой Стороны Два Восьмых Уже Соответственно Ребята Из Сжи Пораньше Наверное Таланты Какие-то Наберут Разор Без БКБ Это Тоже Важнейший Артефакт Сладно Огонимой Кристаллбэки Да Хороший Старт Такой Был Прям И он До сих Пор Без БКБ Он Бегал 3.00 Сейчас У него 3.21 С тех Пор Эх Не попадает Немного Ну мы Видим Что Пуш С Ченом Как Две Вышки Ну ладно Это нормально 14 минут Две Вышки Упала В Миде Вышка Тоже Очень Сильно Побитая Просто На Бресла Теж Тоже Так Не Получишь Сейчас Хотят Снапку Пощупать Здесь Спасай Но Крут Крут Пуш Пока Работает Отрабатывает Свой Хлеб Скол В том Что Этот Герой Даже Без Большого Количества Денег Может Быть Очень Эффективно То есть Ты Ломаешь Позиционку Да Ты Ломаешь Позиционку Ты Спасаешь Кого Ты Вытягиваешь К себе Подвышку На Хай Граунд Даже Без Денег Ты Просто Один Скил Нажал Вторым Зафиксировал И Все Герой С 7000 Метлокс Метлокс Просто Умирает Вот А года Бы два Назад Кто-нибудь Такое Сказал Пальцем Метлокс Вайпер Начинает Играться С Пуджом Но Пуджом Плохи Шутки А Вот так Под ДБ Точно 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 Мастер Доигрался Забыл Вайпер Вообще Выпал Ну то есть От него Импакта Здесь Мы толком Не дождемся Причем И артефактами Эту историю Тоже Не исправить Какой-то Третий Саппорт Получается В команде Третий Саппорт Он может Так О Саппорт Станет Третий Саппорта Может он Так И будет Но Видишь ли Дело То в чем Дело в том Что Бристол Это такой Кэрри Который Может За всех Отработать Ну да Вот Поэтому Вайпер От него Многого Не требуется Ему Не знаю Вайпер Страйк Дать Джаггернаут В Афьюри Чтоб он Сильно Не Балдел Вот Как бы Сейчас Педанули Один Саппорт Второй Второй Пока Не фидит Аганим Есть У Бристлбека Он при этом Отказывается Купать себе КБ Хочет Купить Унеш Слэш Сюда Прямо Сюда Унеш Слэш По разным Целям Просто Двух Саппорт Ну и две Цели Заберут Да Да Очень Очень Странно Здесь Для себя Имперцы На развороте Вроде Пытаются Отработать Пуш Телепортируется Демеджа Хватает Для того Чтобы Разобрать Счет 15-9 И имперцы Хотят С Тир-1 Вышкой Здесь Разобраться Отгоняет Плазму Филдом Всех Десперейд Не знаю Вот эта покупка Лотуса Она реально Может очень Очень плохо Закончиться Для Бристлбека Я понимаю Почему он хочет Лотус Потому что Джаггер ультанет Лотус Это Ну круто Если он там Не среагирует Прямо ты перед Обнислейшем Повесишь Это Пуч Который не может Кусить Это для тебя Броня Манориген Хепориген Это все классно Для Бристлбека Но Не стоит забывать Что ты не оффлейновый Бристлбек Ты керри Бристлбек Которому По сути Это что надо БКБ Керасу Башер Пойти вперед Всех убить То есть История простая Разорван Керасу Есть вид героев Которых можно заставить Попроси Вайпера купить Да Че ты все равно Нищий Да Не знаю Или туз Какой-то Ну туз Дайгер хочет Никс Никс вообще у нас Голый Но плейтмейл Притащился Вот плейтмейл Хорошая вещь Смоук активируется Что это Попытка зафорсить Рошана Нету мне слэша Из приятных вещей Блин Там доунбрейкер Так-то тоже Такой потенциальный Кор-герой Она Не стоит доунбрейкер Недооценивать БКБ плюс дезолятор Это очень много дамага Прицепили Джаггер Ладно Джаггер что убрать Что здесь Юри пытается выйти Блин Ну пуч Просто гений Прицепились Не хватает У него сейчас Начинается Очень сильный Оверкоммитмент Так называемый Ну ладно Тут вроде С Розором У которого Дабл дамаж С ним особо не повоюешь И ребята Просто под Т3 Начинают лезть Когда Т2 еще стоит И забирают Донбрейкер Которая сюда Прилетела Для того чтобы Как-то Джаггера Подсейвить Хотя казалось бы Пуч уже сделал Свою работу Это уже был перебор И вот сейчас Два мертвых Кор героя Это же намек На то что Надо идти Бить Роршана И справятся Они там Секунд за 15 По краюм Никто не пойдет Его защищать Да В один миг Все растеряли SG Опять отпускают Присталбека Присталбек Там Огромного левела Я конечно не знаю Как этого героя Понерфят Потому что его Понерфят Я думаю Это абсолютно Очевидно Но наверное Когда у персонажа На 20 минуте Там 400 урона Почти Это не нормально Без артефактов На урон И вот Мне кажется Либо количество стаков Будут менять Либо бонус к урону В эти стаки Просто ульт будут Фиксить Все остальное Вроде нормальное Ну как этим Ягисом Воспользуются Сейчас Empire Hope Они могут Позволить себе Наконец-то По вышкам Пройтись По каким-то Ресталбек На топе Там стоит Т1 Вкб Отременем Паджи Чуть-чуть Не дотянулся Вайпер Начинает Борзеть Очень много Маны потратил Кстати Хмц По вышкам Ребята решились Пройтись Вайпер Досконально Так сказать Поппер Разломали Виде Разломали Сейчас Можем Тройку Забрать попробовать в виде как-то напасть хороший пункт, он прейдеризует попрощаемся с вайпером ой, надо два что убивать но это не так просто там оставили Омнислэш там оставили Ультснапфайр они в первый раз не убили, да вы прикалываетесь почему никто не поможет пернаут но тут сейчас будут пытаться дайвить Хеллингвард неплохо залечивает раны, Омнислэш еще есть здесь преднажимает БКБ ДБ хороший в лицо она била, что это а, там Никс поймал, да, на карпейс таким образом но в любом случае они убьют всех здесь, кроме Разора это блестящий размен, лучший да тоже очень неосторожно, видно, что ну не хватает немножко вайпера нет его в игре, и видно, что не хватает БКБ на Бристалбэке мне кажется, какого-то Джаггернаут еще решил Сенжиньяшу купить тоже, как мне кажется предмет не самый хороший в этом билде вот если бы это была бы старая Сенжиньяша, которая эффект так, а у Фейтус а, стоп, это не Туза был это был Никс со старым эффектом мейма, знаешь, когда ты вот бил, бил и типа замедлял скорость атаки скорость бега если там прокал дебаф от Сенжиньяшу вот в этом билде это был бы хороший артефакт а так Сенжиньяша короче, ты на Джаггернауте стараешься просто собрать максимум модификаторов атаки которые только есть для того, чтобы когда ты крутишься как можно больше всякой фигни навесить на врага то есть ты берешься молнии, потому что ты крутишься прокает молнии ты берешься и плюс ты еще чаще бьешь ты берешь себе скади, дебаф скади ты берешь себе башер чтобы башить вот уже как бы хороший набор то есть там можно какие-то нейтралки еще добрать которые тоже вот вроде как пента должна дебафать во фьюри тоже логично грубо предположить пытаются заврать Чен и Чен очень долго живет под хилингвардом ребята знают, что там нет умный слэша лотос есть у крылата поэтому он играет крайне агрессивно гесперейт нажал ультимейт кбшки бежит вперед убивает тоже еще и снэпфайр то есть вот вроде бы СГ не вот хорошие драги столько хороших драг приняли а ты все равно смотришь на вот эти вот на вот эти вот ситуации которые возникают ты все равно не понимаешь что с этим брызгом делать ну то есть предыдущий предыдущий раз там просто ошибся вайпера его убили первым грубо очень и кое-как там под своим виженом ребята мне плохо подрались вот вторая такая ситуация возникнули в игре рефрекш отложил кирасу в долгий ящик но самое главное это второго рошана мы помним прекрасно что второй рошан это крайне крайне важный обжектив для игры с бристалбеком против бристалбека второй первого ты можешь еще отдать отдать второго рошана ты просто не имеешь права иначе очень сильно ты начинаешь карту терять вот за эти пять минут после второго рошана бристалбеком дофармить себе там критические слоты и его команда дофармить критические слоты и это знаешь вот есть аегис например на темкларке да какой-нибудь условный ну типа неприятно да как бы ну аегис на темкларке что это два раза надо убить но ее убить два раза можно там она как-то ошиблась ты ее хукнул как-то там застанил выбил аегис потом там какой-то контроль сказа с БКВ она два раза умирает а бристалла ты так не убежь два раза вот даже если ты идеально все скастуешь ты все равно ну очень много дэмэдж от его колючек получишь так или иначе и нельзя так делать и поэтому второй рошан для бристалбека он намного лучше чем для любого другого героя так ну у джаггера 19 ему до 20 надо как-то докачаться чтобы фьюри дпс был дополнительный на этом перце где находится соперник готовы нападать таска продолжения не было вообще далеко разбежали сэгги они не готовы здесь драться все-таки одного героя цепанули и важного героя который в хорошей позиции много урона способен нанести но за ним пойдут на хай граунд лучше вытаскивают обратно на лоу граунд никого пока не потеряли а куда тут полетел неплохой ультимейт и в лицо просто будут бить бристалбека убивают элементарно справились минус 3 и разор который получает омни-слэк погибнет следом хоть и забрал джаг перед смертью как же они вот недооценивают своего соперника имперсии насколько же вот так нагло так далеко куда-то бегут что-то неужели они думают что у врага вообще нет урона их убить когда ты настолько прям глубоко дайвишь конечно тебя побьют так нельзя делать я вот сейчас посмотрел на статистику джаггернаута он если что за игру ни разу не умер вообще идеально 9-0-7 хотя тут есть где ошибиться ну что будет еще одна драка бристалл так подумал 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 и решил что не бкб все-таки надо купить но он уже очень много денег потратил на лотос а сейчас уже второй рошан а он к этому второму рошану без бкб ну че это такое геймруин какой-то прям получается так никс показывает чена и нападает на него ну так скорее просто ничего не ульта так так вайпер сук бкб его пуш затягивает а таск сейвит но да они тут только вот так только переступ аут ладно будет еще один хлоп несложно попасть было и тиммер на рошана 10 секунд ну че походу команда импайр огромные проблемы их тройка просто потерялась целиком и полностью что пока апреты есть 540 на эмпайр уже и 1.43 на SG адренлайн про баннер тоже не забывайте забирайте фрибет до 10 тысяч но здесь действительно чем дальше тем сложнее просто будет у них мне кажется очень сильно дальше будут ну еще сильнее бесполезными будут саппорты особенно NYX вроде как контрад дб но мне кажется когда она на таких слотах ей по барабану вообще на NYX вот он бегает 11 левел у него там следующий минимальный уровень 14 все остальные уже 16 и выше вот он бегает урона наносит 0 у него моноберн ну вот как ты говорил недокачанный да потому что нет 15 левела 14 и все бегает просто вард ходячий а смотришь на полезность чена но она вообще неоспорима то же самое можно сказать про снапфайр который контроль обеспечивает урон большой обеспечивает и неоспорима никс а есть никс не дособирал себе скади обязательно будет здесь чена поймали Ну вот, самый главный момент в игре БКБ крылат успел дофармить И Рошан падает, а у Чена нет бая Ну что, так просто отдают? Да, это грустно Смоук нажали, но слишком поздно Вчетвером уж тогда нет смысла Хотя, если пушку кого-то быстренько выцепит Они убьют любую абсолютно цель Там уже будет 4 на 4 Да, Ишит тоже ошибается Но это скорее такая макро ошибка была Ух Выкинули Бристалбека Но это Бристалбек с двумя жизнями Это не так просто У него БКБ А что, ребята, две керасок Хотят купить? Может, не надо? На Розори и на Кристалбеке? Да Ну, передумает уж У Розори надо было просто Не знаю, в Шиву какую-то поехать Против Хила Бристалбек всякий раз Любит вступать Рефрешер БКБ у него уже есть Раньше же его было популярно Так, здесь едут за Вайер Но сразу же контр-атака И Таск не успеет спрятаться даже Минус один Хук мимо Будут пытаться цеплять всех остальных Бристалбека готовы убивать даже дважды Ситуация 4-5 Да, Бристалбека Конечно, очень Ускованно действует Его подсейвливает Снэкфайр Дальше толкает Бристалбека Ну и сейчас же Гернаут раскрутится У него есть он не слэш Бристалбека убили первый раз Бристалбека вычислили И Гристалбека убивают второй раз Сейчас Как? Спасется Вот оно мне слэш Ну абсолютно юзлисный лодус Просто проиграл игру Скорее всего Я бы добавил сюда еще абсолютно юзлисник Сайвайпер До кучи Это все при том, что Вот два больших героя есть у Империи И Гристалбека и Раззор с хорошими флорсами Они там всю игру лидировали До недавнего момента Но смотришь на скиллы И они просто у изджисер Не, там набор способностей лучше Ну да, вот поэтому я и сказал Что мне этот пик больше нравится Но что-то мне все равно показалось Что Вайпер и Раззор должны побеждать Да и Бристалбека тоже Не, ну в принципе игра еще не закончена То есть еще что-то можно здесь сделать Стать по-человечески Нормально нажать кнопки Раззору нужны Неплохо Так, здесь попытку бить Джайгера Джаггер очень плохо Джайгер умирает, без Байбека И Донбрейкер умирает Отличный разворот От команды Импер получился здесь Бабка пытается уйти Станов больше нет На Чена будет ли стан Хороший хук И Чен тоже уходит С телепорта Но вот пудж остался Здесь Раксус Отличная работа Прекрасно врывается Со сноубола В соперника И три Кор-героя При попытке спушить Оказываются в таверне Тот самый случай, когда не дождались Некоторых кулдаунов Жиггернаут на ХГ поднимался У него не было Блэйд Фьюри Пуш сейчас подходил, у него не было БКБ От момент смерти Можно было этого всего дождаться И, наверное, не жадничать, не пытаться сразу же Спушить Т3 Можно было на топе доломать вышку А ванпост какой-то захватить По итогу у нас игра просто Качели превращаются Реально, то одни в тимпайп Не то что в тимпайп, просто в тимпайп Практически устроят соперника Затем другие Ну вот уже Империя поднимается на фейграунд Только что это было идеально у СГ Они в один миг все растеряли И вынуждены уже защищаться Глип у них есть, но нет героев 20 секунд Нужно подождать Слэш спустился Успели Сломать Т3 и отступить Сразу же смог Сразу же хотят наказать Но тут главное Сделать все адекватно И перегорели Тимпайпнулись Т3 отдали Разор Сейчас уходят Отличный хук Кстати, слепого 1.30 на импайр 2.9 на СГ Ну, честно говоря 2.9 на СГ В такой ситуации Я бы подумал Я бы подумал Да, вы можете подумать Забрать, например Ребята Twinlines До 10 тысяч Перейдя по баннеру Трансляции Такие у нас качельки В этой игре Я очень надеюсь, что и вторая карта Будет такой же А возможно и третья Вообще, это одна из самых интересных Карт, что мы смотрели Вот за эти Начало турнира В основном везде 2.0 Один матч, только 2.1 Закончился В верхней сетке И везде калитка была А здесь хоть что-то зрелищное И непредсказуемое Много фрагов у нас Очень командно делали Уже как полтинник Еще с десяток точно сделают Варь нажимает Смоук ДБ улетает Но она вернется с ультимейта Если понадобится А вот здесь очень Опасная позиция Джиггернаута подбросили Но он успел нажать Здесь сразу же Контратака И летит ДБ Та самая Таска выключается моментально Но вообще надо Покрутиться Выставить Березомни слэш Джиггернауту Много урона наносит По Брестлэку Бразору Но недостаточно Чтобы хотя бы одного из них забрать Теперь самого Джиггернаута Их убивают Легко с ним Правильно Бестлэк еле живой Ну уже ли уйдет Нет, все-таки его добили Но блин Если бы Брестлэк не добили Это была бы Прям Катастрофа Потому что сейчас бы Этот Брестл пошел бы И трон бы Ну ладно Трон бы не сломал Два лайна бы сломали Ну Туск выкупился Из всех вот этих вот моментов Пожалуй И разве что можно отметить Что Ну это опять Минус три коргероя И защищаться Это не Два байбека Это сразу же уничтожить экономику Который так Против эфири уже Первый пошел Но ДБ наверное не хотелось Целую минуту ждать Мимо Удивление Дальше Ну просто зонят Добивают бараки А вот Разора притянули Не знаю Хватит их нас урона ДБ выкупается Кто может погибнуть Тасков конечно Если заберут Слабая компенсация Не знаю Потому что он не пался У нас пять секунд Его не будет Это минус линия Это минус два бая Ну в общем ключевая история Сейчас состоится на Рошане Очень повезет SG Если Рошан появится Практически сразу же Потому что Таска точно в драке не будет Он никого там не засейвит Не синициирует И пять в четыре Можно попробовать Забрать себе Весь лут с Рошана Там дабл дэмэдж В топе Надо Разору потл Переложить Да он это делает Очень важно Рошана законтролить Но блин Тускай не будет Ты все правильно заметил Но дабл дэмэдж Это вообще не смешной Баф такой Две с половиной минуты Имперцы не знают Имперцы не знают точно То есть если сейчас SG пойдут Например Подойдут к Рошпиту Начнут там тереться Имперцы могут подумать Ага Может Рошан есть Там как-то подойдут Пучкукнет Ну короче Ты знаешь Как это бывает Вот и В джак кстати Вообще слоты не появляются Вот он как купился Блинк С тех пор Ноль Он еще и выкупился Экономика Посмотри На дне просто Такая четверка Пуч получается Герой с МИДа Если что Другой герой с МИДа Имеет 24 тысячи Нетворцы Это более чем Двукратное преимущество Это удивительно Жгернаут далеко от команды Таск уже появился И будет Драка 5 на 5 Посмотреть байбэки Два есть у Империи Байбэк сейчас у SG И не появится В ближайшее время Там много денег Не хватает Пытает оббушивать Все сейчас просто будут Тасоваться вокруг Рошана SG возможно Соберутся вместе Нажмут смок какой-то Если он есть А он есть Шмоточки еще можно нейтральные Дофармить Вообще у команды SG Все нейтральные шмотки Выформлены И ни одна не взята Смотри вообще на это Что это Ну Фликер Хороший предмет Для Чена Хотя бы Чен может телескоп Потаскать Чтобы Хуки Лучше дальше Поставал Левелар Джиггернаута положить Просто в инвентарь Когда трон пойдет Кушать Или там В сторону ломан Че не шмотки ни одной Не взяли И на Рошана Не едут Ну вот это конечно Очень плохо Это че за поплавы Алло Че не здесь Да Ну там такой большой таймер То есть Вы две минуты постояли Поняли что Рошана нет Значит он Очень Очень Непонятная игра Так блин Какая разница Ты знаешь что Рошан может появиться В любую секунду Это значит тебе вообще Нельзя уходить оттуда И нельзя просто уходить Потому что Как только ты оттуда уйдешь Ты сразу же этого Рошана потеряешь Блин Ребята Стояло там две минуты Доту игра Вот Откройте любую игру на мажоре Посмотрите макро игру Любой команды Там даже самые слабые команды Такие как Ликвид Такие как Там РНЖ Да Они Ну Все Этим правилом Как бы этим правилом пользуются Они прекрасно Поняли Что Почему вы убежали то Как будто сейчас на дворе Там 2015 год Знаешь Люди Как-то не соображают Я кстати не понял Почему Вайперу Аганим отдали А не Разор Мне кажется На Разор Ну чтобы он просто Ну как бы Всегда у него был ульт Чтобы в джагера кинуть Во фьюри Возможно Не ну вообще кстати да Разор Учитывая что у него рефреш Да ладно Согласен с тобой Странно Понажали Спушили Все Ну вообще Без проблем Кернаут Кернаут Крутился Теперь надо ультовать Если до тут Конечно ультануть Надо успеть Успел Устат У него недостаточно Да и все Кернаут Там один среди четырех героев умер Уступается Разора вытягивают Он с Сатаником Долго живет Ну я так понимаю что его сейчас в второй раз могут убить Или нет Там джагер второй раз подряд может умереть Джагернаут после пайпэка погибает Если они сейчас и Блесла и Разора не убивают Разора вытягивают 120 Разор выкупается Разор на траволах Разор покупает Травола и летит Да это просто Катрон Ну блин Ну блин Что сказать Столько ошибок имперцы допустили в этой игре И вот здесь реально даже Даже не знаешь Вот даже Бессмысленно ругаться На то что Бристаллбек это имба Бристаллбек это имба Это понятно Но Эмпайр Ой да Эмпайр Столько ошибок допустили здесь Что Ну Все было в руках СГ Чтобы победить Вообще все То есть Там и Защищались они против Рошанов И Ну второго Рошана Они что-то отдали Совсем как-то знаешь Как-то ну Типа бездарно что ли Не пришли туда драться Ладно Хорошо Как-то отбились Как-то пободались Ну третьего то У вас все живые У вас есть байбэки Вы стояли Прямо рядом с Рошпитом Вас враг никак не выживает Нет такого Чтобы вас давили То есть знаешь Когда вот например Тяжело третьего Рошана Контестить Когда вы уже Проигрываете 20к Нетворса И враг просто забегает Там на все хайграунды Он вас везде видит Он все ваши варды Девардит И ты просто Ты не можешь с базы Блин выйти Тут карта вся открыта Ну встаньте вы под Рошана Че блин Сколько можно так ошибаться-то Очень странная игра От СГ Эмпайр Показали себя С точки зрения Теории Вообще На голову На голову Выше Будем надеяться Что вторая игра Тоже получится Такой же энергичной И интересной Друзья Далеко не уходите Она вот-вот должна Стартануть Минутку через 5-10 Естественно Вот И уже мы С Морталисом И вместе с вами Будем ее смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok